Ребят, всем огромный привет! Продолжаем с вами делать обзоры на видеовлоге Самвела Адамяна. Заглянула к Эдику. Ребятки, стоит, любуется этой дверью, которую установил вот практически три четвертых видео. Даже не две третьих, а вот три четвертых. Як баран на нове ворота. Уставился и стоит. То с улицы, то изнутри. Как ключики поворачиваются. А вот смотрите как. А вот так. Кстати, даже не получилось у него установить нормально, качественно дверь. С каким-то напором, усилием прижимает ее, бабахкает. Был перекос дверной коробки, что-то пытался там исправить. Это я вам сейчас в двух словах, чтобы всех держать в курсе. Потому что зачастую девочки мне пишут, Анжелика, я не смотрю. У вас в обзорах посмотрю, мне достаточно. И я в курсе всех событий. Поэтому вот этот вот курс событий я вас и ввожу очень-очень коротко. Правда, смотреть не на что. И слушать там не о чем. Ребят, учил как поворачивать ключики. Можете себе представить на минутку, как закрывается замочек. Этот трешак полный. Я вообще не понимаю, что происходит. И еще вы жалуетесь и критикуете меня, что я вот недолюбливаю Эдика. Я зачастую цитирую ваши такие комментарии в свой адрес, ребят, потому что там по-другому невозможно. Я не знаю, какие слова позитива, похвалы вот к нему подобрать. Ну правда, какая красивая дверь. Ребят, снимал в ночное время. Вот было совсем темно, с подсветкой. Что за необходимость такая была это делать, я не знаю. Потом утро наступило, он утром. Все то же самое. Вот посмотрите, какая дверь. Вспоминая вот это, знаете, как принять. Сидя, лежа, так и Эдик бегал. С одной стороны. С другой стороны. Изнутри зашел. Вот здесь там запенил. Вот смотрите, какая дверь. И зеркало даже не надо. Вот зеркальная вставочка. Можно обойтись. Ребят, все, можно обойтись. Ничего не надо покупать. И слава богу. Мы так рады, Эдик, что ты рад. Ну а Гульнас, конечно же, молодец, Эдик. Эдик, молодец. Ой, такая красивая дверь. Самое главное, чтобы вы были счастливы. Семья Адамян. Вас устраивает? Окей, замечательно. А мы со зрителями продолжаем делать обзор на видео Самвела Адамяна с Ирой Шопица. Мы это дело любим. Правда, девчонки? По магазинчикам прошвырнуться. Гена тут сиреной сумочкой рассекает. Как обычно он это делает. И Диана с Лешей бесплатное приложение к журналу Мурзилка. Почему я так говорю? Потому что я вижу молодым, им вообще не нравятся вот эти походеньки. Знаете, со взрослыми. Сидят даже в магазин не зашли. Вот они сидят здесь на лавочке и так тоскливо ждут, когда же родители выйдут, ну, наконец-то, и пойти куда-то поесть. Потому что у бабушки никто никого не кормил. Ира сказала так. Я наготовила отца мамки. Чтобы мало не было, понимаете. Мы поедим где-то в кафе. И я по простоте душевной подумала, ой, ну, слава богу. Встретилась семья, родные люди. Пойдут где-то в ресторанчике, что-то нам покажет Самвел интересное. Ребят, пузата хата. Ну, блин. Ну, я расстроилась. Ну, правда. Хотя я положительные слова скажу про пузатую хату. Мы в Киеве, это сеть, да, такая сеть домашней кухни, можно сказать. И так очень простые блюда, сытные и вкусные. Это правда. По Украине много таких кафешек. Вот в Киев, когда мы часто ездим по делам, тоже можем поесть и остановиться в пузатой хате. Ну, я почему-то думала, что они где-то сейчас нам такое интересное, какие-то блюда классные покажут. Но нет. Итак, я забежала наперед. Тем временем, значит, шопятся здесь. Зашли, Ира почему-то меряет куртку. Я здесь недопоняла. Не-не-не, ради бога. У богатых свои заморочки и привычки. Можно, если позволяет, кошелек эти куртки покупать хоть каждый день, хоть каждый месяц. Не об этом сейчас речь. Я помню, вот они только-только прошлый сезон покупали две новые куртки Ирине. Поправьте меня, если я не права. Я отлично это помню. Красивые, классные. Они такие разноплановые были, эти куртки. И вдруг опять куртка. Нафига она ей нужна? Одна пудровая розовая, точно такая же белая. Гена посоветовал по мере Ирина белую. Почитала в комментах. Пишут девочки. Ой, как школьница. Она ей вообще не подходит. Черт знает что. Ребят, вы с дуба рухнули. Хочется мне поспорить со зрителями. На Ире сидит очень хорошо. По фигуре длина замечательная. Сзади немножко даже ниже эта куртка прикрывает. Здесь все отлично. Фигура у Ирины прекрасная. Что вам не понравилось? Пишут молодежная. А во что она должна одеваться? Вот так как севка в этот мешок. Вот как дед шишок, дед пердет должна ходить бабка бабкой. Прекрасная куртка. Все замечательно. Только еще раз повторюсь. Я не пойму, зачем 121 куртка? Вот у меня вот такой вот вопрос. Если те совершенно новые, абсолютно новые, вот только приобретены. Померила куртки. Как-то не решились они на покупку. Пошли дальше. Увидела еще примерку обуви. Мне понравились модные лакированные ботинки на высокой шнуровке, массивной такой подошве. Мне понравилось. Немножко как-то утяжелены они. Больше для молодых подходит. И если бы Ира была в каких-то штанах. Вот джинсы, какие-то брючки. Ну что-то такое. Они бы может по-другому как-то заиграли. А то выглядывает платьица вот эта вот в клеточку. Ну классика классикой получается. Такое как училка. И эти вдруг ботильоны высокие на шнуровке. Немножко они не дружат. Не клеится абсолютно картинка. А так мне кажется очень даже гулять на улице с малышом. Знаем, что Ирина замечательная бабушка. С родиком они постоянно. И в садике с садика. Почему нет? Замечательная обувь. Единственное, ребят, что хочу сказать. Я же всегда говорю то, что вижу, то, что думаю. Стараюсь с вами честно и быть до конца. Что не понравилось? Не понравились высказывания Самбелла. На протяжении всего вот этого похода по магазинам только было и слышно. Какая-то придурковатая абсолютно критика в адрес своих родных. И все с этим смешком сопровождается вот этот вот смех. Меня лично начинает подбешивать. Дает определение колхоз. Вы как колхоз. Вы колхозники. Диана немножко, я вижу, даже опешила. Говорит, мы колхозники. Из этого вопроса мы колхозники. Я поняла, что Диана как раз сам говорил, тебя считает колхозником. Я присоединяюсь к Диане. Вот в этой куртке натуральный ты севка колхоз. Ее сменить нужно немедленно. И вот туда Эдичке в Белебей. Чтобы мамка порадовалась, пусть отправляет посылочку еще одну. Вот Белебей. Кстати, не Белебей, да? Но вы видите, как на автомате все. Белебейскому царьку. Вот так будет правильно. В Ставропольский край. Вот туда самое оно. Самбелл, ну точно не тебе. Ну давай как-то поадекватней. Ну какую-то стильную вещь. Ёлки зелёные. Купи себе по фигуре. Посмотри на Ирину. Посмотри на Гену. В конце концов. Старший человек тебя. А выглядит офигенно. Штаны. Посмотри, какие у меня джинсы. Говорит Самбелл Лёша. Тебе нравятся мои джинсы? Гена тут как тут. А мои? А мои? И как дети, честное слово, соревнуются с этими штанишками своими. Да у тебя колхоз. У тебя вообще колхоз. У меня Леви, сказал Гена. А у меня Зара. Самбелл, вообще, если совсем уж серьёзным быть, Зара – это марка эконом. Эконом. Это не элитная одежда. Там нечем хвастаться. Это такой эконом-вариант, понимаешь? Для широкой публики. Это не инт-пошив. Это ширпотреб. Понял? Я вот перевожу так. Это ширпотреб. Это для большого количества людей. Как говорил, я не помню, кто-то, по-моему, Витя, вот друг его Самбелла, для вот этой серой массы, как он обозвал людей, народ. Просто народ обозвал серой массой. Такой мужичок мне был очень неприятный. Этот Витя, такой какой-то хабалистый. Если вы понимаете, о ком я говорю, это тот мужик, с которым Самбелл лежал в больнице. Потом приглашал его с супругой в гости. Так вот, Зара – это как бы хвастаться нечем. Масс-медиа такое, знаете, для широкой публики. Вот Массима Дути, Ира сказала, она ехала сюда, именно вот в этот магазинчик. Здесь другое качество товара. Здесь абсолютно другой класс. Это можно ещё как-то поставить в пример. Но точно не Зара. И Гену обзывать колхозом, ну, я бы не стала, потому что Гена выглядит намного стильней, чем ты, Самбелл. Вот хотя бы на этой картинке, вот то, что мы видим сейчас на экране. Дианку с Лёшей вообще обозвал... Как обозвал? Я уже не помню. Не бомжами, а вот как-то тоже оскорбление прозвучало. Ребят, я не знаю, почему он позволяет себе вот такие неприятные слова в адрес своих родных. Вижу, Диана даже была вот в маске, но как-то глаза так прищурило, и я вижу, она так смутилась, ей было очень неприятно это слушать. И по выражению как бы лица, мне было понятно, что Дианка говорит, «Слушай, Самбелл, ты уже так надоел, ну, хватит». Я так поняла и перевела ее мимику лица. Хотя, повторюсь, маской пол лица было закрыто. Почему человек себя так ведет? Ну, наверное, все зависит опять от воспитания. Если хотел поюморить, пошутить, то эти шутки не удались, Самбелл. Это было не смешно. Это было даже как-то звучало странно, потому что ты абсолютно проигрываешь. Даже если ты покупаешь дорогие вещи себе, то ты со своим внешним видом абсолютно проигрываешь своим родственникам. Ребятки, пошли они еще в магазинчик. Я здесь могу неправильно произнести эту марку. Мели, мели, мили, как угодно скажите. Как-то читают по-разному. Итальянская, по-моему, марка. Хорошего качества. Смотрели бытовую технику. Надолго здесь останавливаться не буду. Меня ничего не впечатляет. Почему? Я скажу. Все это я видела очень давно. Все это применяется в быту уже очень давно. И я не думаю, что эта духовка, этот духовой шкаф или тот гриль, или микроволновки будет работать намного лучше, чем обычные. Никакие дополнительные там сумасшедшие функции они не станут вам выполнять. Что я имею ввиду? Духовка вам не постирает белье, не погладит постельное. То есть, прошу прощения, духовой шкаф для чего? Для выпечки? Для приготовления еды какой-то. Хоть самый дорогущий, хоть подешевле. Результат будет один и тот же. Но это мое субъективное мнение. Вы своё выскажите в комментариях. Вот этот отпариватель, гладилка это, этот агрегат, я сразу же подумала, а где его хранить? Тоже нужно где-то в своём доме, квартире выделить немаленькое, скажем так, место для него. Потом это всё вытаскивать, раскладывать, подключить. Ну, как-то для меня это заморочки сильно большие. Мне проще как-то отпаривателем вот этим на весу пройтись. Всё замечательно, прекрасно. Там вот такая вот ручечка и шнурок с вилкой. Всё. Или простой утюг. Погладили и погладили. И ничего не поменялось, ребят. Качество глажки от этого не поменяется. То, что будет у вас дома стоять этот дорогущий агрегат или простой утюжок какой-то, которым хозяйка пользуется уже там лет 15. Ну, я вот на бытовую технику смотрю проще, честно говорю. Тот же холодильник, допустим, что он сможет ещё сделать, кроме того, как холодом своим сохранять продукты. Ну что? Ну ничего. Поэтому как-то вот так у меня мысли складываются. Ребятки, обзор закончила. Жду ваших комментариев и пальчиков и прощаюсь до вечера. Всем огромное спасибо за активность на канале. Встретимся, как обычно, в то же время, в том же месте и в тот же час. Пока!